Театральные романы А вести ее будем мы Актриса театра Чеховская студия Полина Елисеева И артист театра Время и театральный роман 10 лет И это уже определенная века И можно смело сказать, что это Юбилейная века Продолжаем Вспоминая последние годы Своей службы в Большом театре Я подумал Откуда у меня брались силы Чтобы все это выдержать Возможно спасла закалка Полученная в детстве от мамы Жесткие уроки Петра Пестова И высший театральный пилотаж Секрет которого открыла мне Марина Тимофеевна Семенова Возможно я был спасен Духовно и физически Еще и потому, что бесконечно любил мой театр Потому что шел в него Не работать, служить Не ради заграничных поездок Квартиры Или каких-то материальных выгод Их там искали многие Я шел туда танцевать Только ради творчества Наверное, за бесконечную любовь И преданность Театр одарил меня встречами С гениальными людьми Возможностью соприкоснуться И быть частью большого искусства Несмотря ни на что Я был по-настоящему счастлив в театре И окупался в любви зрителей Всю сценическую жизнь Разве это недостаточно Чтобы считать себя счастливым человеком? И мы приглашаем Вашим удовольствием Для объявления следующего лауреата Передаем слово члену жюри Калинин Коринского Да, лауреат книга Николая Максимовича Цискоридзе Мой театр по подневниковым записям и автор идей и литературный текст Ирина Павловна Дешкова правильно? Дешкова да и мы конечно хотим пригласить вас Ирина Павловна здесь вот я вам с вами познакомлю и так как Николай Максимович сегодня к сожалению нет, ну может быть он что-то он есть с нами он танцует сегодня тогда две минуты еще нам дадите я могу сказать спасибо вам я очень поздравляю вас и нас всех а про Максимовича которого знаю не могу сказать, что очень близко не могу сказать, что мы связаны с какой-то дружбой ну наверное объединены той же любовью к театру, о которой здесь все говорят и могу сказать о нем что у него легкий глаз что всегда чувствуется когда он приходит в театр неожиданно на спектакль и всегда спектакль происходит и я это заметила и мы с ним об этом говорим и это удивительно но это его характер легкому такому глазу у него по поводу легкости его движения поступи мы не будем говорить и мне кажется, что в этой книге есть легкость интонации и вот эта легкость интонации как говорил Петрович иногда пробежимся с легким смехом по главным векам вот я бы сказала но этот легкий смех стоит огромной работы души потому что вспоминать не зависывать не передавать это все на самом деле не так просто хотя так как он это делает это живая интонация она в общем и составляет самую главную ценность этого художественного пилля Николай Васильевич играет в спектакль интересный такой спектакль он пришел а он предел таки друзья для меня это все большой сюрприз если честно я не очень представлял что вообще когда-либо тема которой была написана книга будет кому-либо интересной я очень долго упирался если бы не мой педагог по истории балета Ирина Павловна Птишкова то я никогда бы на это не решился и единственное что помогло это конечно тот карантин на который мы все были в 2015 году для меня все что происходит с книгой это чудо я не мог себе представить что будет когда-либо переиздание их уже было не одно что будет такой тираж что будет такой ажиотаж и что мне доведется вот так записывать видео для вас к сожалению я не могу сегодня присутствовать сам потому что я сегодня исполняю спектакль в Санкт-Петербурге я вам всем низко кланяюсь и очень счастлив что к нашему труду Селина Павловна и вообще к моей персоне такое внимание спасибо большое аплодисменты четвертую предосторожность на сцене Михайловского театра замечательная роль я думаю что тот кто не видел много теряет и рекомендую просто специально поехать как когда-то наши учителя и мы совершенно юные студенты ГИТИСа ездили в Ленинград тогда смотреть пробиваться к театру ВДТ со спектаклями Товстоногова он себе танцует четвертую предосторожность я думаю что это роль уровня Мираневской совершенно серьезно потому что он исполняет как сказал один режиссер из телевидения который кино собирался снимать ну говорит Коля сегодня танцует какую-то женщину в детском спектакле это он имел четвертую предосторожность ну пришлось его немножко просветить он был крайне удивлен то что касается книги во-первых у нас это действительно большая неожиданность то внимание которое этот труд двухлетний получил и мне хочется сказать в первую очередь спасибо большое всем кто за нас голосовал кто нас прочитал и поблагодарить экспертный совет и вас Константин Аркадьевич потому что когда-то с вашего вечера в ГИТИСе на Щусево начиналась наша театральная жизнь театроведческого факультета и вы юный прекрасный пришли к нам выдушевленный читали Мандельштама и здесь Станин Вартанова сидит и мы помним этот вечер и всегда будем помнить поэтому вот с вас удивительные такие столкновения судят вот с вас началась вот наша такая театральная жизнь в прямом смысле слова не с точки зрения теории любви к искусству а вот вот вы когда вы сижу за решеткой в темнице сырой помните как вы это делали а потом стала потрясающая скрипачка и вы такие вдохновленные были и я сейчас вас увидела и думаю господи вот все в этом мире связано так же как и связана вот эта история со всем тем в чем мы жили ведь коля был моим учеником слушайте даже страшное 35 лет назад и этот мальчик который появился у меня за партом был очень высокий с длинными руками ногами с таким носом и он никак не мог сидеть на первой парте потому что ну там парт наверное 20 и он ложился он уже не очень хорошо тогда видел близорук с него начиналось и он ложился и вот я помню что-то рассказывала и в отличие от других детей он всегда скакивал Рим Павлов это что-то было нет это действительно ты типа так и сказал господи ты боже мой ну какой же он дотошный потом прошло много лет и у меня вышла книга энциклопедия он уже в Большом Театре танцевал приходит подписывать ведь он все собирает не представляете он как Антон Павчихов и как Касьяна Рославович Галинизовский они собирают все от билетика вот проезд там сейчас бы они наверное эту тройку положили в архив вот Коля тоже все так сказать собирает он приходит и говорит мне Эрина Павловна подпишите вашу книгу так зло достаточно небольшой театр танцевал я говорю а что писать по тебе вот видите вы о них о всех написали а по мне не написали я говорю знаешь Коль ну я говорю знаешь придет время я тебе напишу я тебе честно говорю и поставил 1995 год и он представляет прошло время и просто написал мы с ним вместе написали слушайте лучше тысячи страниц ну это же невероятное время и момент это действительно ковид но по другому ну не скажешь совершенно теперь то что касается вот качества того что мы как бы попытались сделать я знаю что в театре есть такая поговорка это абсолютно даже не поговорка такая идея колоссальная что если проходишь у своих то значит действительно что-то хорошо сделано прилично скажем так и поэтому вот эта премия для нас совершенно особенная потому что когда коллеги по театральному церкву еще артистов балета которые с драмой не очень часто дружат я помню это разделение у нас на курсе музычно-драматичный и значит это все было отдельно совершенно но там-то очень хорошо себя балетно-оперные люди там себя чувствовали потому что как-то на нас смотрели так Ростовский Марина Хмельницкая Борис Николаевич с оживением любимых на нас смотрел как будто мы ущербны и тем не менее понимаете это замечательная для нас награда в которую Поле кстати не верил он говорит Ирина Павловна не дадут не дадут я говорю Коля ну давай если не добежим так согрейся он ему сказал точно точно теперь с точки зрения содержания вот у меня выходили группы такие товарищи им было легче я тут одна Николая Максимовича остываюсь но тем не менее вы знаете я хотела сказать большое Поле спасибо за то доверие и ту отдачу которую он проявил при работе над этой книгой книгой вы понимаете ведь есть вещи вот совершенно правильно сказали есть вещи которые вспоминаются очень сложно и тяжело и его жизнь в театре она была всем известна достаточно сложной тяжелой много вокруг этого было скандалов суд был разбирательство вот это все и не каждый человек вот как мне кажется был бы готов вот это все вынести на суд читатели большой огромной аудитории и у нас был момент когда я текст переписывала семь раз то есть вы представляете он распазывает я его записывала на диктофод и вдруг я ему читаю то что литературно а вот он целый нет я неправильно сказала и на седьмой раз я ему говорю Поле слушай в конце концов сколько я могу это переписывать и вдруг он мне говорит вы знаете это такой был для меня болевой момент что я не помню представьте я не помню мне было так больно и ему пришлось пересмотреть программу где он говорил откуда собственно говоря все началось и он говорит вы знаете я позвонил я не спал всю ночь меня говорит трясет то есть это рождалось ну вот так вот по щелчку я вам сейчас я вам Элина Павловна расскажу брать не буду вы обо мне все знаете и она ушла и не потому что она была вот такая капризная а потому что ей нужен именно этот платок вот цискоридзе весь в этом и потому и вот эти скандалы эта борьба и пресса которая вот это вот все время раздувает вот это она все это выворачивает потому что нужны рейтинги он тут так требует линской профессии если бы знали как он со своими ребятами работал вот мы 10 лет снимали они на кино и интернет вы знаете для него нет мелочей он пойдет заходит этой девочке прическу он поправит на ней пачку он не будет спать он будет ходить по этим коридорам там на улице росте 9 километров понимаете он приходит туда в 9 и дай бог если в 12 он там в 11 он ползает это человек который служит театру и мне кажется что в этой книге нам получилось рассказать о том не такой каким представляют люди и журналисты и СМИ которые нужны скандалы а вот такой как он и есть потому что театр это его жизнь это его любовь это его жена это его любовница это его частная жизнь но другой жизни нет и когда журналист начинает спрашивать а вот вы кого любите он совершенно честно говорит я люблю театр и это правда кроме того это был это судьба человек которое прошло в большом театре в большом среди больших людей и я вы знаете я была счастлива когда я вот эти имена писала Угланова Семенова Максима Пассей понимаете если мы их помнить не будем они уйдут а этого сделать ну так нельзя они должны жить в нашей памяти и те кто их не знает может благодаря этой книге откроют и видео посмотрят и придут в этот театр который может быть когда-нибудь я очень надеюсь станет опять большим не маленьким а большим эти будут большое искусство и еще мне хотелось сказать большое спасибо еще одному человеку тоже моему ученику без которого бы эти книги не вышли потому что у нас были тоже очень простые отношения с издательством ну потому что люди редакторы они такие простые они не понимают что значит сделать пожелание артисту мне сказали Ленин Пал такого выражения в русском языке нет я говорю это у вас нет а в театре есть а как я говорю к народному артисту подойдете и будете его отчитывать и он скажет знаете что идите отсюда и будет право поэтому в большом театре большому артисту делали не замечание а пожелание они говорили нет такого не может быть все даты все цифры словами словами я говорю как словами так господи для чего существуют латинские и арабские цифры все же словами только словами довели меня до такого состояния что я сказала слушайте та комиссия которая принимает такие инновации и уничтожает русский язык пусть у них на похоронах летят и в дату рождения и смерти слова не будут написаны у меня выхода другого не было вы понимаете ведь уничтожается русский язык уничтожается ведь когда ты читаешь год прописью дату рождения или возраст ты совершенно не понимаешь а рост я должна была написать мой рост был метод 85 сантиметров я прочитала это вообще кто а как мне поставили 4 с плюсом в болезни есть такая оценка есть 3 с минусом есть 3 с плюсом я читаю 3 с плюсом я пошел на второй ярус какой второй ярус я увидел второе 10 вы понимаете это борьба на самом деле борьба и это была такая кровавая это вообще чтобы что если бы не второй мой ученик который здесь присутствует я счастлива виталия Веленского видит я хочу чтобы мы поаплодировали ему потому что он не только замечательный продюсер удивительный таранжевый человек это это наша опора это наша это наша стена это человек которому 3 раза не то что не нужно а 1 раз когда мы Виталий был перед полом я уже сделала поэтому спасибо тебе большое я горжусь что у меня два таких прекрасных мальчика ученика которые пришли ко мне вернулись через 30 лет это точно это счастье потому что знаете когда преподаваешь 10 лет кажется господи убил на этих дураков которые вообще ничего не понимают 10 лет жизни а потом они вот такие возвращаются поэтому у нас Николай Максимович не подойдет у нас будет трое спасибо я хочу пару слов добавить в себя спасибо большое премия вы занимаетесь очень важным делом вы продвигаете то что нуждается в подвижении могу сказать на вашем примере мы начали пендерить издательство нас будет 5 мы приходим нам отказывают вы в это не поверите мы приходим поэтому приезжайте книги потому что без продвижений ничего не будет искусство нужно двигаться оно само по себе будет расти мы уже хотим посвящать спасибо 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 спасибо